Hola amigos! Ну и с повседневненького, геоглобальненького, стабильненького. Помните, был во Франции некий Оланд, ну смешной дядька в очищах, что тоже весь такой в стратегию и политику умел. Тот, что был гарантом Минских соглашений. А после того, как тетушка Меркель всех слила, заявил, что никогда в Франции не будет второй, никогда не будет на побегушках. Так что это мы первые придумали русских обмануть. Это была наша идея, мы тут всепланетарный мозг. А все же знают, что в западной политике есть такая фундаментальная штука. Если под кем-то стул шатается, то все, что есть, слетается. Рядышкой ходят, перышки распушив и шеи вытянув. И ждут, когда характерный запашок пойдет. И вот тогда-то к трапезе, господа. И нет, любые аналогии случайны, а совпадения с миром дикой природы исключены. Ну вот, снова на арене Оланд ответить решил. И так прям хлестка и сходу. Все, кончилась эра макронизма. Простите, а какая началась тогда эра анонизма? Эра анонизма. Ну как я назови, лучше не становится. Хотя там даже не так. Эра макронизма закончилась, если она вообще когда-то была. И это я говорю вам без какой-нибудь злости, злопыхания, стебания и злорадства. Я говорю это как констатацию факта. Но верьте мне, я Оланд, человек слова. Мы вообще французы, все люди слова. Ну там еще Ле Монде дровишек подкинуло. Макрон встречает закат своего президентства, так же как и начал. В гордом одиночестве, нахрен никому не нужной, без ансамбля. Как будто от него отвернулись даже союзники и однопартийцы. У него был шанс войти в историю хоть с чем-то. Но даже гениальные архитектурные решения его супруги. Ну шпиля Ноттердам в виде золотого елдометра с двумя шарами. И то протащить не получилось. И единственное, как его запомнят, это как ярого борца с колониализмом. Ну по крайней мере он сделал все для того, чтобы французские колонии сказали «Арвуа». И вишенкой, конечно, стал нигер. Тот самый, где находятся крупнейшие месторождения урана в мире, в районе 200 тысяч тонн. Того урана, благодаря которому каждая третья лампочка во Франции свет давала. И да, речь о том нигере, где 80% населения даже не знает, что такое электричество. И Францию это же более чем устраивало. Нафига им свет? Вон свечку на шлем, мотыгу в руки и копать. Но халява закончилась. Нигер отозвал разрешение на эксплуатацию крупного уранового рудника у французской компании «Урану». Притом там история забавная была. Рудник начали разрабатывать, оборудование завозить, видимость работы делать. Притом на несколько лет все встало. И в нигере дали время на возобновление или одеус крошки целую крепко башерепко. И вот за пару недель до окончательного срока все заспорилось. Оборудование настроили, работа закипела, отгружать не успевали. И тут, опа, отзыв лицензии и расторжение контракта. Но французы такие, как же это так? Мы же все сделали, все успели. А старшие по нигеру, мы люди слово. Но срок вам давали по-грегорианскому. Ну так и мы в нем, то есть по-юлианскому. Короче, собрали свою шматью, загрузились на Air France и до дому до хаты. Госпожа Зурбишвили рекомендует. Хорошие авиалинии, так что... Передай твой король мой пламенный привет. Хотя нет, даже не так. Туда же Росатом теперь по уши влез. Ну, значит... А тем временем другой сверхэкономический гигант в лице Роберта Хавика рванул в Китай. Ну там просто всякие недоразумения произошли в виде запретительных пошлин и санкций. И надо было это как-то разрулить. Но сейчас вообще в тренде. Прилетать в Китай и вместо приветственной речи начинать распинаться о том, какие китайцы от жизни обуревшие. И все у них не так, и все неправильно. Хотя в этот раз концепция была малек иная. Ведь, о, божечки ты мой, санкции и ограничения, что вкатывает Евросоюз против Китая, это не наказание. Ну, как многие могли неверно интерпретировать. А это манна небесная. Ну, кашка божья. И все во благо Китая, его граждан и, видимо, первых шагов для присоединения к Европейскому Союзу. Ну, по крайней мере, Рейтерс так пишет. Ведь Европейский Союз это независимый и суверенный альянс. А плод ядрить ее демократии и свободой. ЕС это вам не какая-то Америка или Турция или Бразилия, что используют карательные тарифы для всех неугодных. Еще раз, это Евросоюз, это не карательные тарифы, это другое. Ну, как бы они, может, ничем и не отличаются от штатовских, но нужно же смотреть чуть глубже. В недра теплых и добрых взаимоотношений между Китаем, что все через задницу во внешней политике делает, и светлоликим Западом, что только добра поднебесной желает. ЕС незамедлительно снимет все эти вот ограничения, как только будет достигнут паритет, но будет игровое поле выровнено. Ну, то есть, деиндустриализованная Германия со своей великой экономикой, что, дай боже, сейчас в двадцатку входит. И то, если как-нибудь вот хитро сделанной графики развернуть. Затирает о экономическом балансе индустриальному Китаю, что выпускает вообще все. От какар для британской короны до космических кораблей. И они такие, мы снимем с вас санкции и ограничения, когда будет баланс, и все это во имя вас. Да. И да, еще с русскими хорош якшаться, они вас дурному научат. Санкции надо принимать с гордостью и благодарностью, с заботой о вас. А после Хабек искренне удивлялся, почему назначенная встреча с премьером Китая была отменена в последний момент, когда он уже находился в Китае, и даже носочки для соблюдения этикета одинаковые и без дырочек надел. Но представляете, степень его недопонимания и удивления. А как же это так? Что за черная неблагодарность? Китайская черная неблагодарность. Ну, тут даже не подскажу. Может, подход мне тот? Надо было прям с трапа. Диктатор Си должен падать вниз и каяться. Платить и каяться. Вот всему их учить надо, блин. Отличного дня. Пока.